Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел в городе Амурске выездное заседание Краевого оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Хабаровского края по вопросу о ходе выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Амурского муниципального района, вызванной дождевым паводком. В работе штаба приняли участие глава района Иван Масько, заместители председателя правительства Виктор Чудов по вопросам модернизации и промышленной политики, Виктор Марценко по вопросам внутренней политики, Виктор Чаюк по вопросам социального развития, Василий Шихалев, министр природных ресурсов края, также руководители министерств, аппарата, губернатора и правительства края, начальник дальневосточной железной дороги Михаил Заеченко, главы поселений района, члены районного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, руководители территориальных правоохранительных органов. Иван Васильевич Маськов подробно отчитался перед в рио губернатора о ситуации с паводком и принимаемых мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации. Управление оперативным мероприятием осуществляет оперативный штаб по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций я председаю себя. Оперативная обстановка от воздействия дождевого паводка характеризуется следующим показателем. На территории района имеется 7 водных объектов, создающие опасно-востокие уровни воды для шести населенных пунктов. Это Амус, Куми, Ачан, Болын, Хевчен и 18-й разъезд. Принимаем меры по ликвидации чрезвычайной ситуации. Проведено полностью оповещение населения всего района. Продолжается информирование населения о развитии чрезвычайной ситуации, правилах поведения в условиях чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах. Выполняются мероприятия по защите выработанной Краевой комиссии по чрезвычайной ситуации. Обеспечивается управление и исполнение решения оперативного штаба по предупреждению ликвидации чрезвычайной ситуации через управление гражданской защитой района. Вячеслав Шпорт отметил грамотную работу районного оперативного штаба. Главный показал, вы как раз правильно ведете подготовку, есть компьютерное моделирование, то есть нескольких вариантов, когда вода будет здесь, когда вода будет здесь, где зоны подтопления, есть определенные дома, есть уже места, куда вы предлагаете их вынести, перестроить. Конечно, мы вам будем помогать, и это как раз хорошая идея, нужно сегодня пережить этот поводок, максимально сохранить эти дома. Ну, на будущем надо просто тут убирать. А также напомнил, что надо и далее делать все возможное, чтобы жители Амурского района не пострадали, сохранить имущество людей, максимально предотвратить явления, которые могут повлечь за собой серьезные последствия. Это относится к объектам энергетики, объектам жизнеобеспечения, водоснабжения, водоотведения, дорожной сети, обеспечению снабжения населения продовольствием, водой и вести контроль над ценами в магазинах. Да мы видели, мы плавали, мы в курсе, у нас такое было, мы с 50-х годов здесь живем, в острове Большом Уссурийском, так же говорили люди. Сегодня они сидят в школе эвакуированные все, и говорят, Мишланов, как вы были правы? А я им объяснял, что вода будет, поставьте мерку, вот хорошо там МЧС, сработали там молодцы, поставили сами мерку на острове, нарисовали сколько, где ей красную черту. Она уже прошла, эта черта, уже вышла. Не верили просто, и многие думают, да и ничего, и там проходили котельные, тоже приходили, у меня тут все хорошо, вопросов нет. Крайний раз приезжая, его найти уже не могу там. Потому что все затоплено, все ушло под воду. Ситуация очень сложная, крайне. Очень сложная. Вы должны понимать, что вода, которая сверху, она всегда придет сюда. Ну да, где-то размоется, может она там. Но сегодня мы летели, я вчера летал практически каждый день, посмотрели, уже ей некуда, все залито водой. Когда-то куда-то убежать по рукавам уже некуда. Уже не определишь, где русло Амура, не понять, где он есть. Все, просто сплошная вода. У нас есть комиссия в Кае, мы создали специально ее, ее обладают, мы первые замы, Фанасенко, Ирайний Васильевич, министр финансов, кто отходит. То есть все наши специалисты, юристы, они сегодня тщательно прорабатывают, поэтому у вас есть вопросы, с ними сначала консультируйтесь. И вот эти люди, которые из Москвы, сделаны это для того, чтобы мы оперативно могли представить данные и получить федеральную помощь. По окончании заседания оперативного штаба Вячеслав Шпорт принял участие в торжественной церемонии сдачи дома. Панельное, десятиэтажное здание находилось на консервации более 15 лет. В 2012 году объект приобрел инвестор. Это уже третий многоэтажный дом, который достроен в Амурске и предназначен для работников компании «Полиметалл». Сегодня мы видим совершенно другую квартиру. Мы уже говорим смело о преображении города Амурска, о его перспективах, о его большом будущем. Но самое главное, конечно, людям надо не только работать для жизни, это вот дом, 60 квартир, это для работников завода. Это как раз то, что сегодня необходимо. Поездка временно исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Шпорта продолжилась на Амурском гидрометаллургическом комбинате, где состоялось открытие комбината. На торжественное мероприятие приняли участие в рио губернатора края Вячеслав Шпорт, генеральный директор компании «Полиметалл» Виталий Нессис, глава района Иван Масько, представители правительства края, почетные гости. Поздравляя коллектив предприятия ГМК, Виталий Нессис объявил о намерении в компании открыть в Амурске вторую очередь предприятия. Иван Васильевич Масько поблагодарил компанию «Полиметалл», трудовой коллектив АГМК, за большой вклад в социально-экономическое развитие Амурского района. В рио губернатора вручил грамоты и благодарности работникам комбината, достигшим высоких показателей производительности труда. Это предприятие имеет огромное значение для района. Вложены колоссальные инвестиции. Практически все, кто здесь работает, местные жители. Мы также ожидаем хорошую налоговую отдачу в краевой бюджет от предприятия. Около 300-350 миллионов рублей в год. Эта сумма будет увеличиваться после пуска второй очереди комбината, отметил Вячеслав Шпорт.